К нашему эфиру присоединяется директор Совета экономической безопасности Украины, Агея Загребельская. Агея, рад приветствовать. Мы вас видим, но, по-моему, не слышим. Скажите что-то, пожалуйста. Так, а теперь добрый вечер. А теперь слышно. Отлично, спасибо большое. Интересно. Рад, что удалось настроить. Агея, а вы как считаете? Это деньги не пахнут? Это real politics? Что это? В чем интерес Индии? Кроме экономического, если он есть? На самом деле у Индии есть очень много интересов. Экономический это всего лишь одна часть. И мы прекрасно понимаем, что Индия достаточно много зарабатывает и на торговле российской нефтью. Давайте посмотрим на показатели. В 2019 году торговля российской нефтью составляла 6 миллиардов. В 2023 году это уже 60 миллиардов долларов. То есть 10 раз увеличение. И Индия не просто покупает российскую нефть, она ее перерабатывает на нефтепродукты. И в последующем продает эти нефтепродукты, то есть фактически зарабатывая дважды. Один раз покупая российскую нефть дешевле, чем аналоги на рынке. И второй раз продавая свои нефтепродукты. Между Индией и Россией есть еще старая связь со времен Советского Союза. Мы помним, как в свое время Советский Союз, Индия считает, что именно Россия является последователем Советского Союза, наследником. Почему-то так имеем то, что имеем. И в свое время Советский Союз, мы помним, когда на Индию давили западные стороны за тот же самый Кашемир, за вторжение на Гоа, Советский Союз Индии тогда поддержал Индию. Индия в обмен на это поддержала Советский Союз, когда было вторжение в Чехословакию. То есть эти отношения старые. И именно с этого времени, еще с 1960-х годов, существовала очень тесная связь между российским ВПК и индийским. ВПК Индия была главным поставщиком оружия. Россия была главным поставщиком оружия в Индию. Сегодня, конечно же, мы видим, как эта ситуация понемногу меняется, но эти изменения очень медленные. И, конечно же, в этом всем есть еще политическая составляющая. Индия — это Китайская Народная Республика, и Индия, конкурируя фактически с Китаем и имея с ним территориальный конфликт, считает, что чем больше она сотрудничает с Россией, тем меньше шансов на то, что Россия полностью упадет в объятия Китая. Хотя, как мне кажется, это уже практически произошло. То есть такое лавирование Индии между добром и злом, которое сегодня происходит, оно на самом деле имеет под собой вот такие разные причины. Но снова-таки я бы тут вспомнила слова нашего президента Владимира Зеленского, который он сказал в 2022 году о том, что нейтралитета между добром и злом быть не может. То есть если ты не выбираешь сторону добра и не выбираешь вообще никакую сторону, то тем самым помогаешь злу случаться. Поэтому все эти причины, конечно же, не оправдывают то, что делает Индия. Но тут я хотела бы тоже справедливость ради сказать, что мы, например, не видим по состоянию на сегодня тех данных, о которых написал Блумберг. Так, возможно, у нас нет еще полной картины, возможно, какие-то обновления по данным мы еще получим. Мы видим, что Блумберг ссылается на источники в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах. Возможно, это какая-то разведывательная информация, которую мы еще не получили. И тут, конечно же, нужно понимать, что если действительно эти поставки микроэлектроники из станков на российский военно-промышленный комплекс имеют место, то я практически с полной уверенностью могу сказать, что мы увидим индийские компании в ближайших пакетах санкций. Почему? Потому что в 2023 году, когда мы долго говорили про индийские компании, которые поставляют компоненты для российской системы Комета, а российская система Комета, я напомню, это то, что делает шахеды, Искандеры, Кабы и Фабы такими смертоносными и точными, какими они есть на сегодня. То есть без этой Кометы они бы не были такими смертоносными. И я не исключаю, что через какое-то время Россия поставит эту же Комету на те же севернокорейские ракеты, про которые мы сегодня говорим, что они не такие точные, с Кометой они станут точные. И иранские шахеды без Кометы были не такие точные, благодаря России Кометы точные. И вот эта комета состоит в том числе из индийских компонентов. И в 2023 году Соединенные Штаты санкционировали индийские компании за поставки этих компонентов. То есть у них нет такого табу на индийские компании. Если индийские компании поставляют для российского ВПК, они будут санкционированы. Поэтому, если то, о чем пишет Блумбер, не сегодня имело место, то я думаю, что мы увидим санкции. Окей. Поставки, которые происходят, то есть индийский импорт, он открытый, он прямой. Отталкиваюсь от того, что сегодня Россия всячески ищет третье государство, через которое можно было бы импортировать запрещенные товары. Те товары, которые подпадают как раз под санкции и запрещены на ввоз в Российскую Федерацию. Так вот, это прямые поставки. Правильно понимаю? То, что я описывала по кометам, были прямые поставки. То, что описывает сейчас Блумберг, тоже из статьи, я вижу, что это прямые поставки. Что именно давление, которое осуществляли санкции на Турцию, на Объединенные Арабские Эмираты, из-за чего мы увидели определенное падение поставок с этих двух стран, оно привело к тому, что эти поставки изменили географию, и они происходят с Индией, которая на втором месте, как пишет Блумберг после КНР, и также Блумберг называет Таиланд и Малайзию. Таиланд и Малайзию, мы действительно видим поставки, мы видим Таиланд, как вот у нас, по нашим данным, пока что Таиланд на таких приближенных к КНР позициях. Окей, дальше следим за развитием событий, здесь точно необходимо больше информации относительно индийского экспорта в Россию, или, да, экспорта, а импортирует Российская Федерация сама, да. Но есть конкретная информация относительно того, что тихо пытается делать Россия, а в частности продавать свою нефть. Нефть Российской Федерации и нефтяная отрасль находятся под санкциями, и газовая в том числе. Однако это не останавливает Россию, у нее есть теневой флот, который она развивает. И судя по поступающей информации, если сравнивать с 2023 годом, то на сегодняшний день незастрахованных старых судов, с помощью которых Россия транспортирует свою нефть, незаконно, стало на 70% больше. Как обстоят дела с вот этими теневыми поставками российских энергоресурсов, и сколько денег это приносит стране-террористке? Есть плюсы и есть минусы в этих новых данных, которые вы называете, в том, что мы имеем сегодня. Ну, конечно же, минус это то, что Россия обходит фактически пресс-кэп с помощью этих суден и зарабатывает деньги на торговле нефтью. И ЛНЖ уже тоже, мы уже можем говорить про ЛНЖ-теневой флот, потому что у нас есть санкционированный проект Arctic LNG-2, с которого продолжает идти ресурс, несмотря на санкции. Но, с другой стороны, сегодня мы видим, насколько много уже дискуссий на разных уровнях происходит относительно вреда, который этот теневой флот может причинить экологии. То есть это уже не про войну России против Украины, это про то, в каких городах будут жить европейские граждане, например. В каких городах будут жить граждане Затоки, граждане других стран, в водах которых проходят эти страшные корабли. Почему? Потому что это, много раз уже об этом говорили, это старые корабли, это корабли, которые не соответствуют техническим стандартам. Вот это корабли, которые ездят с выключенными транспондерами. Это корабли, которые применяют абсолютно опасные практики, например, перевалка топлива из судна или нефти из судна на судно. Или, например, они могут проходить мелкие сложные участки, не покупая лоцманские услуги, то есть тех, которые знают, как провести это судно через мель, потому что снова-таки хотят спрятаться. И это все обязательно в результате приводит и приведет к тому, что эти судна будут попадать в аварию, будут происходить разливы нефти и нефтепродуктов. А учитывая то, что эти судна застрахованы где-то типа Росгорстрах, то на ведь длительное время некому будет убрать то, что они сделают в водах. И вот представьте себе, во что превратятся пляжи этих стран, через которые они будут проходить, во что превратится воздух в этих странах, во что превратится вода в этих странах, которая течет из крана земля и так далее, когда эти нефти и нефтепродукты разольются и будут распространяться по всему периметру. Соответственно, правительства стран, через которые проходит теневой флот, уже это понимают и сейчас активно ищут, каким образом все-таки это прекратить. Мы понимаем, как это прекратить, мы об этом говорим уже давно, то есть им просто нужно запретить вообще этим суднам ходить в таких водах. И для того, чтобы этот запрет все-таки ввести, тут должна быть синхронизированная, скоординированная позиция всех стран, и, соответственно, те страны, которые могут пострадать, сейчас пребывают в дискуссиях с теми странами, через которые эти судна не проходят. Мы знаем все с вами эти и Босфоры, и все эти протоки другие в мире, через которые они проходят. Мы видим, как начали санкционировать уже не компании, а судна, потому что поначалу, мы помним, санкционировали компании, эти компании, эти судна из-за санкционирования компании, меняли их своих собственников, управителей, некоторые по несколько раз в месяц. То есть это сформировался целый бизнес консультантов, юридических компаний, некоторые из которых в том числе присутствуют на лондонской фондовой бирже, которые обслуживали всю эту деятельность. Теперь санкционируется судно. Тут уже сложнее как-то сделать перепрятушки. Первое время, когда начали санкционировать судно, мы видели, насколько эти судна перестали ходить. Сейчас мы видим, что потихонечку они уже выходят и снова начинают ходить. Поэтому тут нужны действия. И, конечно же, очень важно работать с теми, кто продает эти судна, потому что судна теневого флота России продают те же западные компании, которые были собственниками раньше этих суден. Они их продают, руководствуясь вопросами быстрой выгоды, что они могут получить деньги за это корыто. Но при этом они, к сожалению, не думают о своих долгосрочных интересах, что когда это судно попадет в аварию, то им просто негде будет ходить, потому что эти все воды, в которых они ходят, будут превращены в абсолютно ненадлежащие для того, чтобы в них совершать какую-то деятельность. Ждем. Есть ли некие органы, которые вот сейчас конкретно занимаются всем тем экспортом, который осуществляет государство в Российскую Федерацию, ну или за российским импортом, если уж на то пошло, теневым или прямым? Некое, ну не знаю, что-то организованное, что-то, что позволяет действительно контролировать эти процессы, или во всяком случае понимать, какие процессы происходят, для того, чтобы в дальнейшем предпринимать соответствующие шаги по борьбе с незаконным поступлением туда, допустим, Старлинков или других чипов, которые в дальнейшем будут использованы для нанесения ударов, их впаяют в ракеты, а те будут убивать мирных украинских граждан. По разным направлениям существуют разные площадки. Если мы говорим про теневой флот, то сейчас в Британии создана такая рабочая площадка, где собираются разные страны, обсуждают это, делятся данными, определяют приоритеты и двигаются по этим приоритетам. Эта площадка создана недавно, и, соответственно, вот как раз за результатом ее создания мы видим, вот как активизируется работа, мы видим, что это эффективно. Есть разнообразные таскфорсы, воркгруппы и так далее по разным направлениям, которые существуют в разных странах, в разной модели, там, где правительство берет участие, там, где принимают участие и правительство, и общественный сектор, и частный бизнес, но какого-то скоординированного, какой-то скоординированной единой площадки или панели нет, и это, конечно же, проблема. То есть на самом деле... Огень, я просто обращение, что перебиваю, а какова роль GCC или глобальной коалиции по контролю за экспортом? Чем они занимаются? Мы сегодня не видим их, да, как такого активного участника всех этих процессов. Почему? Потому что классический экспортный контроль, мы видим, что сегодня он немножечко модернизируется. Мы видим common high priority list, то есть мы понимаем, что тут у нас есть экспортный контроль, а тут у нас есть priority list, то есть это те, которые очень важны. Экспортный контроль — это как бы не так сильно важно, как priority list. Мы понимаем, что вот тот же самый, те же самые васянарская площадка, да, она не работает так эффективно, как должна была бы, хотя она создана для того, чтобы не было распространения именно компонентов и так далее для производства оружия агрессорами. Мы видим, как закрыта площадка в ООН, что касалось Северной Кореи, да, панель, и не создано ничего на замену. Вот сейчас есть в мире дефицит единой инфраструктуры, вот такой вот единой системы, единой панели, где как страны санкционной коалиции, так и третьи страны могли бы собираться вместе, обмениваться данными информацией, синхронизировать свои усилия, координировать их, определять приоритеты и концентрировать удары на конкретных приоритетах. Я тут, знаете, всегда привожу пример, вот мы можем с вами представить, да, если разные силы обороны, каждый ставит свой приоритет, какую цель поразить и двигается со своим оружием, то навряд ли мы увидим какие-то ошеломляющие результаты и значные потери у врага от такой деятельности. А в случае, если эти разные силы обороны координируются между собой, вместе определяют приоритет и все свои ресурсы направляют на те приоритеты, которые они вместе определили и обмениваются разведывательной информацией, то мы видим суперуспешные операции по сводкам на фронте. И вот то же самое страны должны делать то, что касается санкций, то, что касается экономического давления. И Украина много говорит о том, что нужно создать единую площадку, где могли бы как разные правительства, как частный бизнес, так и общественный сектор определять совместно приоритеты, обмениваться данными и согласовывать, как мы будем вместе двигаться по этим приоритетам. И тогда мы увидим совершенно другую эффективность. Да, было бы замечательно. Агея, спасибо большое. Спасибо за информацию, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Агея Загребельская, директор Совета экономической безопасности Украины, была с нами на прямой связи. Благодарю. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.